Слушайте, вот сегодня вечером я вот тут сижу и у меня какие-то пошли размышлизмы хочу с вами поделиться. Ну, во-первых, то, что это не относится ни к стране, в которой я живу, ни к тому, кто я по национальности, это везде одинаково. Вот смотрите, что происходит. Сейчас люди все настолько погружены в интернет, настолько вот этим всем увлечены, не то чтобы увлечены, а просто они жить не могут без интернета, без Wi-Fi. И я, в принципе, даже к чём-то, наверное, согласна. Потому что действительно, что такое интернет? Это выход в свет, это выход в мир. Это всё, что хочешь, ты можешь элементарно найти сразу. Мандала написано. Хотел Ориентал. Лаунч бар. Отель Ориентал. Почему Мандала, не знаю. Красивая такая территория, очень яркие дома, красивые отели. Ну, и я-то, например, очень рада тому, что я могу вам сейчас показать всё, что могу, всё, что хочу. Я хочу поделиться с вами красотами Англии, ну и других мест, в которых я бывала. И, конечно же, то, что у меня здесь есть окно в мир тоже и окно для общения с вами. У меня очень много друзей появилось, именно виртуальных, благодаря моему каналу на Ютубе. Но всё-таки вот я волнуюсь за молодёжь, и я хочу продолжить свои вот эти вечерние размышлизмы. Хочу продолжить говорить с вами, сидя у экрана. Тем более, что многие спрашивают, а почему вы никогда не показываете себя? Ну, вот я уже объясняла много раз, что я предпочитаю, чтобы было видно вот всю эту красоту, а не только меня на экране. Но иногда уж, коль скоро вы желаете увидеть и меня, я на экране буду появляться. И вот хочу дать вам дослушать до конца вот эту мою историю вечерние размышлизмы. Сейчас даже вы знаете, что самое интересное, что даже если ты собираешься куда-то поехать, если ты ищешь какой-то отель или что-то, то там не пишут, какой обслуживающий персонал, какая еда, какая что. Ну, то есть пишут там немножечко об этом. А в основном всегда с самого начала пишут, есть вай-фай, есть в гостинице бесплатный вай-фай. То есть это что обозначает? Это обозначает, что вот этот именно вай-фай, он сейчас настолько уже популярен и настолько он уже востребован везде, что если ты приехал в гостиницу, ты без вай-фая, то ты просто зря прожил это время. Вот представляете, до чего мы дожили? То есть мы абсолютно не общаемся. Ну, вот я вот сейчас ничего не могу сказать плохого по поводу интернета. Это вообще на самом деле окно в мир. Это на самом деле ты можешь открыть, ты можешь посмотреть, можешь любой фильм в любую минуту. Ты можешь скачать любую аудиокнигу в любую минуту. Ты можешь найти любую информацию в любую минуту. В Википедии, пусть она даже немножко искажённая, но она там будет. Если ты будешь искать дальше, ты найдёшь всё, что ты можешь найти друзей, ты можешь общаться, ты можешь смотреть, как живут в разных других странах. То есть это открывается возможности, о которых мы даже и не мечтали. Всего лишь на всего каких-то, наверное, 25 лет назад или 30 лет назад. Да, не знаю, 25 лет назад. Но вы понимаете, что произошло? Произошло то, что наша молодёжь сейчас, она же, в общем-то, без мобильного телефона. Если ты забыл, я имею в виду, кто-то из молодых. Вот если он забыл мобильный телефон дома или что, всё, у него катастрофа просто, понимаете? Это просто ужас. Как он может, что, куда? Да, и вот это вот постоянное тыканье кнопками, раньше оно, ну, может быть, как-то немножко меня смущало, но уже не до такой степени, чтобы просто кричать «караул!». А сейчас, когда ещё вот этот Wi-Fi появился, когда вот это вот с мобильного телефона ты можешь выйти ещё и в интернет, и вот это всё, то есть, это просто на самом деле «караул!». Потому что я не понимаю молодёжи, у них же не осталось, в принципе, никаких общений реальных. Они общаются только в интернете, они общаются только через Wi-Fi. Ватсап, Wi-Fi, скайп, ла-ла-ла, та-та-та, вайбер, что там ещё, инстаграм. То есть, понимаете, я же ещё раз говорю, я приветствую всё это, я сама всё это обожаю. Но извините меня, мне уже 60 слишком лет. И я, да, я прожила свою жизнь без этого всего, и сейчас, в общем-то, когда я осталась без семьи, и когда у меня муж умер, то я, да, у меня как бы общение какое-то. На самом деле, я не могу пойти куда-то там, я не знаю, на ту же дискотеку или что, но не всегда. Могу, но не всегда. И поэтому, если я открываю интернет, если я этим всем пользуюсь, то вот это именно, я считаю, вот для такого поколения, как для моего поколения. Жаль, что не все, конечно, моего поколения люди вообще этим пользуются и это знают. Но я считаю, что вот именно вот это вот всё, это вот поколение 50-х, 60-х, вот. Но уж никак не молодёжи, 18-летних, которые сейчас просто топят за этот Wi-Fi, топят за этот интернет. И с этими мобильниками просто они не расстаются, понимаете, вот сколько уже карикатур и всего прочего. Ну, наверное, и не я первая всё это говорю, но это настолько мне наболело. Я помню, мы однажды давно уже, наверное, лет, о господи, как бы вспомню, лет 8 или 9 назад, мы праздновали день Новый год в компании, и так получилось, что, значит, ну, мы, компания была не очень большая, все вот примерно моего возраста, семьи, и попала с нами девочка, значит, дочка моей подруги. Вот, то есть ей, как бы, наверное, не очень с нами было интересно, но для того, чтобы ей было не скучно, мы ей пригласили мальчика такого же, в общем-то, её возраста. Ну, думаем, как-то люди пообщаются, что-то такое. Что вы думаете? Мы-то, вот, наше поколение, мы общались, мы разговаривали, там, смеялись, выпивали, хохотали. А они, вот, и он, и она, они сидели, ну, практически рядом, но они абсолютно не общались, они каждый держали телефон, они были уткнувшись в этот телефон весь вечер. Всю вот эту ночь новогоднюю они только и тыкали, только и слушали, кто им прислал поздравления или не прислал поздравления. Или там, значит, вот она начала очень расстраиваться в связи с тем, что очень загружена, значит, смс-ками вот сейчас сети, поэтому смс-ки не проходят, вот что-то как-то, вот, значит, ждать. А то, что рядом с ней сидит прекрасный симпатичный парень, её это абсолютно не волновало. И, кстати, его тоже не волновало, он тоже сидел, он тоже тыкал пальцами в этот свой телефон, и они прекрасно, так скажем, в кавычках, конечно, провели это время. То есть, я не знаю, но для меня вот это просто катастрофа, вы знаете. Я понимаю все плюсы интернета, все плюсы этого Wi-Fi, который кругом, который может нам помочь найти какую-то дорогу или ещё что-то, но, ребята, давайте исходить из реальности, давайте посмотрим, что происходит на самом деле. На самом деле общения нет никакого, при том, что это среди молодёжи. Вот мне бы интересно было послушать ваше мнение. Если кто-то со мной не согласен, если кто-то не согласен, если кто-то имеет своё другое мнение, я была бы очень рада подискутировать с вами. И, пожалуйста, не забудьте, друзья, поставить лайк и подписаться на канал «Жизнь на юге Англии». Все, кто ещё не подписался, пожалуйста, подпишитесь. Может быть, я получу кнопочку за 100 тысяч подписчиков благодаря вам. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok